О чем мечтает сегодня любая крупная российская киностудия? Снять по-настоящему кассовый хит для семейного просмотра, для родителей с детьми. Вроде «Последнего богатыря» или, например, фильма «Призрак». Одним из первых таких экспериментов нашей киноиндустрии был проект «Супер Бобровы». Продолжение «Супер Бобровы. Народные мстители» выходит на экраны в этот уикенд. С режиссером картины Дмитрием Дьяченко мы встретились на финальных стадиях монтажа. Мы в индустрии кино постоянно мешаем режиссерам, продюсерам, актерам работать. Тем самым помогая им создавать кино. И вам это кино находить. Сейчас мы на студии у Дмитрия Дьяченко, где он заканчивает работу над «Супер Бобровы-2». Мы помешаем Дмитрию работать. Надеюсь, тем самым не сильно ему помешав. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сколько осталось вам еще делать? Да, осталось всего ничего. У меня, слава богу, есть возможность сейчас просмотреть фильм на предмет всяких косяков, которые всегда закрадываются в самом конце. И всегда за пять минут до выхода фильма вдруг видишь какого-то осветителя, который затерялся там где-то в кустах. Новых «Супер Бобровых» снимали в Таиланде. В душном тумане тропических трущоб. Бангкок, конечно, забрал группу. А когда отпустил, выдохнули. На экране проступили сочные, дикие, ясные краски. Осенний зритель по таким точно истысковался. Финальный монтаж за режиссером. Никто не должен отвлекать. Лишний кадр просадит динамику сцены. Его в корзину. А вот тайскому торговцу, что смотрит в нашу сторону, хотя просили, сиди торгуй, можно это простить. Все-таки он увидел деревянка. Мы ездили там по трущобам, которые находятся прямо в центре. В первой части наши герои, они немножко раздолбали. То есть они обаятельные, обаятельные такие неумехи, а обаятельные глупыши, так скажем, которым выпала невероятная возможность исчезать, гнуть железо. Ну, то есть вот эти суперспособности попали в руки, ну, не дурачков, но таких наивных, простых наивных людей, которые есть в любой стране. И вот такие вот россияне, которым выпала вот такая вот удивительная возможность. И они ею как-то странно воспользовались. Во второй части они пытаются реабилитироваться и начинают пытаться делать что-то хорошее, правильное. Как бы, ну, все мы стремимся к чему-то такому хорошему, я надеюсь, по крайней мере, я уж так точно. Начинают начинать становиться супергероями. Да, начинают начинать становиться супергероями, и в этот момент они попадают в опасную ловушку. Ловушку того, что не все, что кажется хорошим, приносит счастье и добро. То есть здесь такая двойная ловушка. То есть сценарий этот, по сравнению с первым фильмом, гораздо сложнее, гораздо интереснее. Затекает. Ну как, другое, что он так катался? «Супербобровы» – фильм про сверхспособности обычных людей. Нет, серьезно. Вся штука в том, что дар у всех свой, но один есть у каждого. Они постоянно ссорятся друг на друга, ворчат, что-то недовольны чем-то. Ну, на самом деле, вот видите, появляются такие моменты, такие случаи, да, которые их сплачивают. Сила любви, сила семьи, вот какая еще сила глупости их, которая их дает им возможность не замечать серьезность какой-то жизни, а как бы получать фан, заражаться какой-то фантазией ко всему этому. Зло все равно должно быть. А уж какое оно там... О, господи, сынотик, сынотик, сынок, береги себя, сынок. Давай, Шарахников, а вы говорите. Добрый, добрый. Узнать себя или соседей можно и в Супербобровых, и в их недругах Шишкиных. Да-да, вселенная расширяется, сверхспособности усиливаются. На четверть с лишним миллиарда, что заработала первая часть, со спецэффектами можно и шикануть. Народная мститель, живая. Великий Ворк, тебя в Краснодаре делали? В Геленджике ее делали, на городском пляже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова